Лоукостеры не ремонтируют свои самолеты. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Мне хорошо. Поэтому если у вас длинные ноги, пакетик с орешками или маленький бутерброд, у вас никто не отберет. Привет, друзья! С вами Алиса. Мой сегодняшний рассказ о лоукостерах или о бюджетных авиаперевозчиков. Для тех, кто не в курсе, лоукостеры это такие самолеты, цены на которые могут быть сравнимы с ценой на автобус. Как такое возможно? Насколько это безопасно? И стоит ли вообще летать лоукостерами? Сегодня я расскажу вам все, что я о них знаю. Как обычно тайминг даю в комментарии. Итак, первый факт. Лоукостеры не ремонтируют свои самолеты. Вы думаете это плохо? Нет, это не плохо. Компании лоукостеры берут новые самолеты в лизинг и как только срок страховки истекает, они продают эти самолеты другим авиакомпаниям. Таким образом, возраст самолетов компании лоукостеров примерно 3-5 лет, в то время как возраст самолетов других авиакомпаний может быть и 10 лет, и 15, и даже 20. Кстати говоря, за все время существования лоукостеров не было ни одного случая со смертельным исходом. Покупать билеты и регистрироваться на рейс лоукостеров необходимо онлайн. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Мне хорошо. Мне нравится делать все онлайн. Но если кто-то привык регистрироваться только в аэропорту, то им придется за это доплатить. Таким образом, лоукостеры экономят на персонале. Вообще, лоукостеры экономят на все. В честности, поэтому им критично важно не гонять в пустую свои самолеты. Поэтому, чем раньше вы купите билет на лоукостер, тем дешевле он вам обойдется. По этой же причине сдать билет или обменять его, или поменять дату вылета, или поменять пассажира на лоукостерах практически невозможно. Поэтому, когда вы будете брать билеты, очень внимательно заполняйте свои регистрационные данные, поскольку ошибки вам не простят. Уважаемые люди утверждают, что самые дешевые билеты на лоукостер можно взять за 10 дней до вылета, за неделю до вылета по спецпредложению, за 8 недель до вылета по специальному тарифу. Или, если вы способны на то, что не способна я, а именно планировать такие вещи, как полеты за долгое время, вы можете взять билеты на лоукостер за 5 месяцев. Это будут самые дешевые авиабилеты. Только не забывайте, что сдать их вы не сможете. Кроме того, из соображения экономии лучше всего планировать свой вылет на среду или четверг и избегать вылетов по субботам и воскресеньям. Если вы берете несколько билетов, например, для группы или для семьи, лучше всего брать все эти билеты по отдельности. Почему? Потому что групповой билет на лоукостер, как правило, оказывается дороже. Связано это с очень простой вещью. Дело в том, что программа, которая определяет стоимость билетов, рассчитывает загруженность рейса. И чем более рейс загружен, тем больше на него стоимость. Поэтому, когда вы берете целую группу, рейс автоматически загружается больше и стоимость получается больше. У бюджетных авиаперевозчиков очень плотное расписание. Им крайне невыгодно держать свои самолеты в аэропорту, поскольку они должны платить аэропорту за это денежку. Поэтому они стараются сделать расписание таким образом, чтобы самолеты как можно дольше находились в воздухе. В частности, поэтому время вылета лоукостеров иногда бывает очень неудобным. С другой стороны, по этой же причине задержки рейсов у лоукостеров случаются крайне-крайне редко. Должно случиться что-то действительно экстраординарное, очень страшное для того, чтобы рейс лоукостера задержали. Поэтому же они крайне редко опаздывают. Как правило, бюджетные авиаперевозчики привязаны к какому-то определенному месту. Например, по Европе летают Ryanair, Violin, EasyJet. В России известен лоукостер Победа, который сейчас активно рвется за рубеж. Также сейчас поднимается бывший чартерник Nordwind. В Украине это UIA, в Азии это AirAsia. Правда, есть такое исключение, как Norwegian, который летает из Европы в Америку. Я никогда не летала в Norwegian. Не знаю, какие там условия, но я себе представляю, как лоукостер влететь в Америку. Я бы, наверное, не решилась. Собираясь на рейс лоукостера, очень важно следовать правилам. Если в билете написано, что вы можете провести с собой одну сумку определенного размера, даже не пытайтесь провести больше. Это не пройдет. На всех стойках регистрации лоукостеров установлены специальные приспособления для измерения багажа, а также весы. И если ваша ручная кладь не будет соответствовать параметрам, вас просто не посадят на рейс. Лоукостеры, как правило, продаются без багажа. Поэтому, если вам нужен багаж, вам придется за него доплатить. Питание на борту в лоукостерах, как вы уже догадались, опять же, платное. На мой взгляд, это совершенно не критично, поскольку, ну, что такое 2-3 часа, я думаю, что вполне можно поголодать. Более того, если вам может прям принципиально покушать что-нибудь в процессе самолета, то пакетик с орешками или маленький бутерброд у вас никто не отберет. Вы барместер на лоукостерах, опять же, платный. Если вы не хотите доплачивать за бармест, вас посадят куда посадят. Все развлечения на борту лоукостеров, правильно, тоже платные. На самом деле, это, опять же, не критично совершенно, потому что вы всегда можете взять с собой ваш телефон, ноутбук, планшет и все остальное, и развлекаться так, как вам хочется. Большинство лоукостеров прилетают не в центральные аэропорты. Исключение составляет ViewLink, который принципиально летает только в центральные аэропорты, но очень многие из них прилетают в аэропорты дополнительные. Эти аэропорты могут находиться довольно-таки далеко от центра города. Может даже такое случиться, что перелет вам обойдется дешевле, чем трансфер до города. Впрочем, некоторые лоукостеры сами готовы решать эту проблему, естественно, за дополнительную плату. В частности, Ryanair предлагает трансферы до города или до аэропортов, которые можно взять сразу, когда вы покупаете билет или при регистрации, и стоят они вполне поменяемые деньги. В самолетах многих бюджетных авиаперевозчиков пространства между креслами еще меньше, чем вы привыкли. Поэтому, если у вас длинные ноги, вам лучше дополнительно взять место с большим пространством для ног. Искать авиабилеты на лоукостеры лучше всего на специальном агрегаторе Azeair. Но об этом я вам расскажу в следующем выпуске. Давайте подытожим. Лоукостеры не лучше и не хуже, чем обычные авиакомпании. Просто у всего, как всегда, есть две стороны. В свое время я объездила практически пол Европы именно благодаря Ryanair, потому что я могла себе позволить маршруты выходного дня в другие страны, в другие города. Это же здорово, правда. Коротко говоря, принцип работы лоукостеров мы даем возможность лететь. За все остальное вы платите сами. Иными словами, если вам, как говорится, не шашечки, а ехать, то лоукостеры вам замечательно подойдут. Лоукостерами имеет смысл летать на недалекие расстояния, потому что на далекие это может быть достаточно утомительно. Если вам предстоит межконтинентальный перелет, то лоукостеры это, скорее всего, не ваш выбор. Друзья, мой затянувшийся рассказ об авиабилетах еще не закончен. У меня есть еще две или три темы, о которых я хотела бы вам рассказать. Ну и кроме авиабилетов, на моем канале много всего интересного. Поэтому, если вам близка тематика самостоятельных путешествий, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всегда рада новым и особенно возвращающимся зрителям. Всего вам самого доброго, хороших вам странствий. До встречи.